Библейский портал экзегет.ру представляет Плач Еремии в переводе Луки Маневича для библейского портала экзегет. Сейчас читаем первую главу. Эту книгу трудно представлять. Но вот у нас есть целая книга пророка Еремии. Есть еще одна его же книга с небольшим названием Плач, занимает она всего пять глав, в отличие от его книги «Пророчеств», которая занимает 52, в 10 раз больше. И все сказано в названии. Это Плач по поводу разрушения Иерусалима. 586 год до н.э. Вавилонский царь Новоходоносора осадил, взял и разрушил Иерусалим. Пророк Еремия об этом предупреждал и говорил в его книге, что об этом очень много сказано, что если не изменит свою жизнь жителей Иерусалима, то ровно это их и ждет. Этому поводу он мог теперь сказать «я же вам говорил», но он говорит совсем не это. Он говорит «какой это ужас, какой кошмар». Он оплакивает гибель Иерусалима, оплакивает гибель людей, гибель храма, гибель города. И здесь даже трудно что-то комментировать, потому что это такое утонченное поэтическое произведение, где применяются все, наверное, существующие поэтические приемы. Тогда вот еще любили писать о кростяхом, то есть каждая следующая строфа начинается со следующей буквы алфавита и плач Еремии, так написан, каждая глава это о кростях. Вот. Ну и что тут еще сказать? О горе! Как опустела столица, что была многолюдной, вдовой она стала, а была госпожой народов. Владычица земель рабыней стала. Тут переводческая небольшая проблема. Город по древнеюрейской женского рода. Да, переводить город можно, но тогда образность уйдет. Здесь Иерусалим — это столица, это город, но женщина — город, овдовевшая, лишившаяся своих детей. Вот переводчик выбрал слово «столица». Во тьме ночной она плачет, бегут по щекам слезы. Никто ее не утешит из тех, кто любил ее когда-то. Друзья ее вероломны, врагами ей стали. В возгнании идет Иудея, в беде она, в тяжком рабстве. Среди чужаков ютится, и нет ей покоя. Враги Иудею настигли, душат горе. Дороги Сеона в скорби, некому идти на праздник. Безлюдны врата Иерусалима, священники его стонут. Девы кричат от муки, горе Сеону. Сеон — один из холмов, на которых стоит Иерусалим. Более того, главный холм, на нем стоит храм. Одолел недуг, враги торжествуют. Господь обрек столицу на муку за все ее прегрешения. Детей ее в плен, враги гонят. Красу свою потеряла дочь Сеона. Дочь Сеона — как раз обычное название Иерусалима. То есть вот она то женщина, то девушка. Сеон — это холм, но и дочь Сеона — город на этом холме. Вельможи ее словно олени, не нашедшие пастбищ. Бегут они из сил, выбиваясь. Охотник их настигает. Вспоминает теперь столицу в дни горьких скитаний о всем драгоценном, чем прежде владела. Но народ ее побежден врагами. Кто ей поможет? Глядят на нее враги, смеются на ее бессилием. Грешила столица. Грешила, потому осквернена ныне. Кто славил ее, теперь презирает. На срам ее смотрит. Вот она плачет, спиной повернувшись. Но вот можно просто оплакивать судьбу своего города. Можно связать ее с тем, что в этом городе творилось. Подол ее, замаран скверный. Не думала она о грядущей каре, потому и пала внезапно. Никто ее не утешит. Господь, посмотри на мое несчастье, как враги торжествуют. В руках у врага все, чем она дорожила. Видит она, в святыню вошли народы, те, кому запретил ты быть в твоей общине. Ну, то есть в святыню храма вошли люди, которые не имеют права там находиться, язычники. Народ ее стоунет, ищет хлеба. Все за еду отдать готовы, лишь бы спасти жизнь. О, Господь, посмотри, как я опозорена. О, путники, идете вы мимо, но посмотрите, взгляните, есть ли мука подобная той, что мне досталось. Меня Господь на нее обрек в день гнева. Огонь послал он с небес, сжжет мое тело. Силки для меня расставил, обратил меня в бегство. Цепенеть заставил от ужаса, что ни день истекаю кровью. Он грехи моим ермом сделал. Сплел его своей рукой, давит она мне на шею, спотыкаясь под ним бессильно. Отдал Господь меня тем, из чьих рук мне не вырвутся. Грехи сплел ермом, да, то есть вот она лишена свободы, она рабыня, и в рабство ее обратили собственные грехи по дозволению Господа. Всех, кто был у меня силен, поверг Господь. Против меня созвал врагов, как на праздник, чтобы юноши моих они погубили. Топтал Господь дочь Сиона, как виноград в давильне. Образ винограда, да, его ссыпают в давильню, точила на церковнославянском, после чего ногами его там давят, чтобы вытекло будущее вино, виноградный сок. И вот здесь Иерусалим в такой же давильне. Но ведь давильня, она не просто так. Потом получается хорошее вино. И эти страдания, может быть, имеют свой смысл, но пока это только плач. Вот почему я плачу. Глаза застилают слезы. Где мой утешитель? Тот, кто спасет от смерти. Дети мои гибнут, враги мои в силе. Сион воздевает руки, но кто его утешит? Приказал Господь, и враги Иакова окружили. Иерусалим среди них, что женщина оскверненная. Но Господь справедливо судит. Я была ему непокорна. Слушайте, народы, смотрите на мою муку. Дева мои юноши в плен уходят. Любовников своих звала я на помощь, на меня не предали. Любовники, вероятно, языческие боги, к которым она обращалась. И вот эта самая женщина, вдова, дева, она здесь описана, как блудная жена, которая направо-налево обращается к разным всяким языческим богам. Любовников своих звала я на помощь, на меня не предали. Священники мои старцы в городе гибнут, выпрашивают хлеба, пытаясь спастись от смерти. Взгляни же, Господь, как мне тяжко. Чрево мое распухло, сердце перевернулось. Я была тебе непокорна. На улице меч детей губит, дома смерть поджидает. Врагам слышны мои стоны, никто меня не утешит. Слушаю, дорогие, как я страдаю, рады тому, что ты сделал. День настал, назначенный тобою, но пусть и с ними будет что со мною. Посмотри на все их злодейства, будь к ним беспощаден, как ты ко мне беспощаден за мои пороки. О, стоны мои бесчетны, сердце мое истекает кровью. Вот основные темы этой главы, они и в следующих главах будут точно такими же. Это прежде всего боль, скорбь и страдания, от того, что гибнут люди, от того, что происходит. Справедливость в то же время божественного возмездия и надежда на то, что все изменится, и Господь когда-то повернется со своим гневом уже к этим нынешним завоевателям. Что тут еще комментируют? Этим, в общем, только наслаждаться можно. Или слово наслаждаться здесь не очень подходит. Поражаться тому, как глубоко, ярко и сложно можно было выразить эти простые, в общем-то, мысли, выразить их две с половиной, чуть больше тысяч лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok